Мариелл становится все популярнее у туристов. Только за первые дни января нашу республику посетили более 30 тысяч гостей. Это на 5 тысяч больше, чем годом ранее. О том, как растет поток туристов от года к году, что привлекает их в нашем крае, как готовится регион к новому турсезону, об этом, а также о развитии спортивной инфраструктуры с министром спорта и туризма республики Мариелл Лидией Бутиковой. Лидия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем, наверное, с впечатляющих цифр. Вот уже прозвучало, что в начале этого года к нам приехало 30 тысяч гостей, но ранее вы заявляли, что в прошлом году мы пробили такую значимую для республики цифру, как миллион туристов за год. Скажите, так ли это и как меняется динамика туристического потока год от года? Действительно, туризм сейчас можно смело назвать отраслью несырьевой экономики. Турпоток составил 1 миллион 36 человек. Это и туристы, и экскурсанты. Хочу заметить, все же туристов у нас в республике Мариелл больше, чем экскурсантов. И траты туристов составили по республике Мариелл более 3 миллиардов рублей. Это действительно значимая цифра. Если говорить о портрете туриста, в основном, конечно, это женщины, средний возраст, примерно туриста 40 лет. Молодежь у нас приезжает примерно 30 процентов. В основном это работающие люди, но с хорошим достатком. 40 процентов это туристы из республики Татарстан, Нижний Новгород, Чебоксары, Кировская. Ну и, конечно, хорошо есть Москва, Московская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург, но и примерно около 60 субъектов посещает наш регион. Скажите, вот эта тенденция к увеличению турпотока, она характерна только для Мариелл или для всей России? И что, по-вашему, привело к тому, что туристов год от года становится больше? Турпоток, конечно, растет в Российской Федерации, но процент роста у всех разный. Мы активно следим за нашими соседями, но у нас впечатляющая цифра. Прирост 36 процентов за год. Это, можно сказать, для бизнес-структуры, это выдающийся результат, и мы этим гордимся. Конечно, хотелось, чтобы в нашу республику туристы приезжали не единожды, а возвращались, возвращались с семьями, с друзьями. Но что интересно, Сбераналитика показала как раз на те очевидные вещи, которые мы не видели. Когда мы видим причаливающие теплоходы к Казмодемьянску, когда мы видим очень много туристов в замке Шереметьево или, пример, наша великолепная набережная, когда встречает единовременно более 40 автобусов, мы всегда думаем, что развивается культурно-познавательный туризм. Но на самом деле большая часть туристов растворяется в наших лесах. Отдыхать все же любят туристы на природе. И вот сейчас, в 2024 году, именно этому виду туризма, экологическому, будем, так скажем, сельскому туризму, мы будем уделять наибольшее внимание, потому что все-таки больше процентов едет именно в наш замечательный край. И вот и ответ на вопрос, что привлекает природа. Ну, наверное, Мрил все-таки это такое уникальное место, где сочетается и природа, где можно провести несколько дней вдали от цивилизации и приехать там на день-два в Йошкар-Алу и побывать в таком необычном для России интересном городе. Лидия Александровна, скажите, какие планы на 2024 год? Каким образом планируете привлекать еще больше гостей? Ну, хочу начать с того, что Республика Мрил получила субсидии на развитие глэмпингов, кемпингов и модульных гостиниц. У нас такие четыре проекта, четыре инвестора получили средства. Это около 100 миллионов рублей. Практически 70 номеров будет введено в эксплуатацию. Это всем известные уже полюбившиеся места Зазякова, Мориленд, Водленд. Ну и, конечно, самое любимое место – это Яльчик. База Яльчик уже сдала в эксплуатацию у нас домики. И уже в этом сезоне в этих шикарных глэмпингах уже начинают жить туристы. Мы работаем вот здесь, вот на Патриаршей площади. И помимо обычных организованных групп туристов, время от времени попадаются группы, по которым видно, что это спортсмены. Ну, не секрет, что наши спортивные объекты принимают соревнования разного уровня, от региональных до федеральных. И инфраструктура развивается. В данный момент идет капитальный ремонт ФОКа номер один. Реконструируется стадион в Казмодемьянске. Расскажите о том, какие еще работы будут проведены на спортивных наших объектах и планируется ли, может быть, строительство чего-то нового? Вот как раз вы сейчас задали самую очень важную тему – это когда интегрируется спорт и туризм, когда спортивные мероприятия становятся событийными мероприятиями в туризме. И в Республике Мариел у нас созданы для этого все условия. Например, в 2024 году Республика Мариел пройдет всероссийский сабантой. Буквально в июле у нас будет всероссийское мероприятие, посвященное боевым видам искусств, который соберет более трех тысяч спортсменов. Это тоже события, те же туристы, которые остановятся у нас в гостиницах, которые пойдут на экскурсионную программу, которые получат сувениры. Ну и, конечно, что немаловажно, инфраструктура в туризме и в спорте – это как-никак качество оказываемых услуг. И я признательна правительству, потому что в 2023 году нам выделили, можно сказать, беспрецедентные суммы именно на ремонты спортивных объектов. И я надеюсь, что за 2024 год мы приведем их в соответствие, и мы можем проводить не только республиканские соревнования, но и сможем проводить соревнования уже более высокого уровня. Развитие спорта сегодня – это не только создание достойных условий, создание инфраструктуры, но и государственная поддержка, без которой спорт, к сожалению, не может сам по себе существовать. Будут ли выделяться в этом году какие-то субсидии для тренеров, для начинающих спортсменов и так далее? Разрешите я сначала расскажу, что в 2023 году мы достигли. Не могу просто не остановиться. У нас появилось три новых спортивных умных площадки, которые располагаются у лицея Бауманского, у Дворца молодежи и у Центра военно-патриотического воспитания «Вангард». Я считаю, что эти места будут прямо точками протяжения, особенно для местного населения, для жителей. Вот это как раз и речь о доступном спорте, когда физической подготовкой, здоровьем может заниматься не только спортсмен, но и любой желающий. В 2023 году мы создали три площадки ГТО в муниципальных районах. Это тоже неплохо, что в значительной степени сделает спорт более доступен. Ну а если говорить про 2024 год, мы в этом году завершим строительство ФОКа в новом тарьяле, завершим строительство всеми ожидаемого стадиона в городе Казмодемьянске. Будем возводить модульный многофункциональный зал у училища спортивного резерва. Ну и, конечно же, те субсидии, о которых вы сказали. Это поддержка талантливых, одаренных ребят. У нас ежегодно выделяются деньги с федерального бюджета. А вот, например, в 2023 году Юрий Викторович Зайцев нас поддержал и выделил отдельную субсидию с республиканского бюджета, где мы пощаем лучших спортсменов. И хочу отметить тренеров, преподавателей за высокие результаты. Сумма, можно сказать, которую может получить спортсмен значительная, более миллиона рублей, зависит только от того, как он проявил себя и показал в процессе 2023 года. Действительно, спорт и туризм сейчас самые активно развивающиеся отрасли. Я надеюсь и просто уверена, что республика Морел не останется без внимания. Лидия Александровна, большое спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.